А, Кадыров, я хотел еще задать тебе один вопрос. Кто те трусы, которые призывали всех на священную войну против России, а затем перешли на сторону России? Кто те трусы, которые призывали всех на священную войну против России? Кто те трусы, которые призывали всех на священную войну? Кто те трусы, которые призывали всех на священную войну? Зачем это делать? Завтра, если твой прогноз не сбудется, то тебя постоянно будут этим упрекать. Говорить, что, ну, чувак, ты как бы говорил, что будет вот так, а этого не произошло. Как теперь доверять твоим прогнозам? Я бы лично воздержался от подобных вещей и сказал бы, ну, будет, если будет, мы ее увидим. Если не будет, то, ну, значит, о чем-то договорились, не получилось. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Если вы утверждаете, что Кадыров старший предатель и перешел на сторону России, то зачем Путину было его убивать? По вашим словам, это же Путин его убрал. Смотри, на моем основном канале есть ролик, называется «Сакральная жертва». За что принесли в жертву Ахмата Кадырова? Посмотри этот ролик, и ты узнаешь ответ на свой вопрос. Каково мое мнение по этому поводу? В этом ролике есть ответ. А, Кадыров, я хотел еще задать тебе один вопрос. Обратиться к тебе по поводу песни. Ты же у нас эксперт в вопросах шоу-бизнеса. Песен ты очень любишь, чеченский поликлор. И ты часто на своих встречах с бывшими ичкирийскими деятелями приглашаешь наших старых артистов. И они поют тебе обычно старые наши песни. Песни времен нашей свободы, нашей борьбы за свободу. И вот я по поводу одной такой песни хочу задать тебе вопрос. Я ее сейчас включу, чтобы ты ее послушал. А затем задам тебе вопрос по поводу этой песни. Итак, давайте послушаем слова из этой песни. У меня есть очень серьезные вопросы по этой песне. Кадыров, я не могу понять ее смысл, мне нужна твоя помощь. Вот смотри, в этой песне говорится В день, когда дворняги предавали родину, мать родину. В день, когда трусы отступали от своих разговоров, то есть от тех разговоров, которые они вели. В день, когда человек, тот, кто доволен стать рабом, становился рабом, Став волком, восстал ты достойный чеченец. Вот такие вот слова сказаны в этой песне. И у меня к тебе вопрос, Кадыров. Скажи, пожалуйста, про кого говорится в этой песне? Кто? Милуи хокчух вуйцак, Кадыров. И нэна мог яусарш бухг чудинах. И мюльшбуи яусарш. Килуай шай камелах бухг чудинах. Мюльшбуи килуай шай камелах. Баган боли килуай мюльшбуиш, Кадыров. Лайхил реза верг лайхуль чудинах. Милуи. Лайхил реза ахил. Лайхил гмилуи, Кадыров. Борза ахил гэхтанвол. И сиидол нохче милу, Кадыров. Кто? Кто? Кто это? Кто те трусы, которые не прошли, пошли против тех разговоров, которые они вели? Кто те трусы, которые призывали всех на священную войну против России, а затем перешли на сторону России? Кто они, Кадыров? И кто они, эти достойные чеченцы, которые восстали, став волками, восстали против врага? Дай нам, пожалуйста, расшифруй нам эту песню, о ком там идет речь. Следующие, во время следующей своей посиделки с бывшими ичкирицами. Пригласи кого-нибудь, чтобы тебе эту песню спели, освежили, так сказать, в твоей памяти эти тексты. И потом разъясни нам, пожалуйста, эту песню. Это вопрос, который нас очень серьезно волнует. Асаляму алейкум, Тумсо. Можешь прокомментировать, если ты видел видео по ситуации в Швеции, где говорится о том, что у одной сирийской семьи социальные службы забрали пятерых детей. Я не видел это видео, но вполне возможно, здесь бывают такие случаи, здесь вообще как бы частые. Не такие частые, как в Норвегии, конечно, потому что Норвегия в основном славится вот этой ювенальной юстицией, очень жесткой. А в Швеции полегче с этой темой, но таких прецедентов как бы немало. А вот количество детей, вы должны понимать, что если, например, в семье пятеро детей, семеро детей, пятнадцать детей, не важно, сколько бы их не было. Если эта служба узнает о том, что, допустим, родитель избил одного ребенка, применил к нему силу какую-то, то они не заберут этого одного ребенка, понимаете? Они заберут всех пятерых, семерых, пятнадцать, неважно, всех несовершеннолетних детей, то есть до восемнадцати лет, они все будут у них изъяты. Потому что они как бы на это смотрят человек, то есть это преступление, надо понимать. В Швеции это преступление, насилие в отношении ребенка. Насилие, это понимается любое применение силы. Вот эти вот популярные, допустим, в России темы, ремнем, значит, у меня вот там, типа у отца висит ремень на стене, он берет ремень и бьет. Здесь за это отца посадят в тюрьму, он реальный срок будет сидеть. Это считается насилием. И эти службы это воспринимают, если он одного, допустим, побил, значит, он и остальных, он опасен. И, разумеется, забирают всех детей. Поэтому, когда говорят, там, забрали пятерых, это не значит, что они там, всех, по каждому у них какой-то кейс. Нет, просто они по одному что-то было, все, всех детей забрали. Это распространенная, как бы, вещь. Здесь, в скандинавских странах, никто удобному не удивляется. Ну, люди, приезжая сюда, должны как-то подстраиваться под эти темы. Здесь себе никто не позволит, короче, применять свои правила воспитания детей, которые ты привык применять там у себя на родине. Поэтому, если кто-то семейный с маленькими детьми собирается переселяться, то ему нужно хорошенько подумать, прежде чем выбрать для себя Швецию, Норвегию или Финляндию. Ему стоит хорошенько подумать, не заберут ли у него детей, как он воспитывает своих детей. В общем, это очень такой серьезный момент, который я рекомендую поставить в углове угла и хорошенько на эту тему поразмышлять. Столкнувшись один раз с этой проблемой, вы уже потом будете постоянно под наблюдением. Короче, это очень сложно, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok